Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не знаю, с открытым оборудованием И еще с чем-нибудь Короче говоря, в отношении ценника Действительно очень выгодно И если бы я не имел Бадгера У себя на основном аккаунте То уже однозначно крутил бы эту рулетку до конца Потому что ты за Бадгера в таком случае Не переплачиваешь абсолютно То, что мне стало непонятно Почему постоянно курсирует цифра 8 или 88 Если у вас есть предположения Пожалуйста, напишите об этом в комментариях Мне будет интересно почитать Моей фантазии реально не хватает Стоит также отметить, что рулетка разделена На два этапа Первый этап с первого по десятый прокрут Он отделен одним голдовым И вот этот вот первый этап Стоит 4153 В отношении Остальной рулеточки Мы привыкли к тому, что самое жирное Это танки, легендарный внешний вид В данном случае еще обвес к этой машине И вот здесь самое интересное 18 прокрутов Это и есть по факту полная рулетка И обойдется 19-257 Потом каких-то маломальских 88 голды за 19 прокрут И всего лишь 8 голды за 20 Короче говоря, рулетка реально жирная Для тех, кто хотел Бадгера И кто хотел его купить по нормальной адекватной цене Вот вам, пожалуйста Только набор гораздо больше Ну что, ребят Поехали крутить Я планирую дойти до одного голдового Если танк выпадет, окей Слава богу, на твинке будет еще одна коллекционная машина Ну а если не выпадет Да и тоже Ничего страшного Зато вам покажу реальные шансы Если вы за честность Подпишитесь на канал прямо сейчас А еще буду безумно благодарен Если поддержите меня Своим царским лайком Спасибо вам большое По талисманам Ну, тут недалеко Недалеко ушел от старта Поэтому Не рассчитываю на то, что талисманы соберу Ну а в отношении того, что повыпадает Я уверен, что я заберу вам как минимум Несколько раз серебром по 100 тысяч Однозначно получу себе вот эту никчемную шкатулку Ну и может быть в тройку-другую контейнеров Это то, на что я рассчитываю А что выпадет Сейчас посмотрим Ну, давай Испугай меня чем-то жирным Нет Что-то решила не пугать Говорит, ладно, ГСН Живи пока Живи без инфаркта Не буду тебя ничем удивлять 200 голдовых Да Неплохо Мне нравится Мне нравится Это лучше, чем 100 тысяч серебра Однозначно Хотя уверен, что до этого я еще приду 100 голды возвращаются И на том большое спасибо Мало Мало Но приятно 250 голдовых Ну, дай хотя бы Для разнообразия бомбические, что ли Нет 100 серебром Все-таки пришли мы К этой награде Одна из самых никчемных наград В этой рулетке Но не без того Я считаю, что это просто Такой, знаете Небольшой довесочек К жирному классному набору Вот и все Поэтому не сильно Серчаю на это В данном В данном случае Конкретно по данной рулетке Мне грех Отзываться по поводу чего-то Не в пользу самой рулетки И каким-то образом ее критиковать Ну, реально Когда выходит какая-нибудь Не знаю, там Восьмерка Или девятка За которую необходимо отдать Больше 25-27 тысяч голды Ну, там действительно Есть по поводу чего говорить А когда ты Крутишь рулетку Где десятка Стоит своих Объективных денег И при этом В всем у тебя есть Ну, хотя бы какой-то Призрачный все же Но шанс Получить ее дешевле Нежели прокрутить до конца Всю рулетку То я считаю, что это предложение Действительно жирное Так, еще сотни И на этом, слава богу, все заканчивается Как я понимаю Я не уйду однозначно Еще без иксов И однозначно Не уйду без вот этой вот шкатулочки Ну, давай Удиви меня Иксы Ничего удивительного Забираем 1188 Так, а я не совсем понял У меня голды получается А, хватает Хватает голды Я грешным делом Испугался Что у меня не хватит Золотой копилки На то, чтобы Докрутить рулетку До одного голдового Думал, что погорячился Но нет Слава богу Все нормально Все окей Сейчас докрутим И обязательно переходим Ко мне на с... БАДГЕР БАДГЕР Приземляется в ангар БАДГЕР В ангаре Это третья рулетка За время существования Канала И вообще За время существования Всех рулеток Которые я крутил Да и те, которые я не крутил Не, ну здесь я шучу Где я получаю Главную награду Раньше, чем Дошел до финиша Блин, ну я удивлен Реально Ну тут грех уже Тут грех не покрутить На один голдовый Согласитесь Но это жирно Очень жирно Это то, о чем я говорил То есть Шанс достать машину Дешевле Нежели она Может достаться При полном прокруте рулетки Он все-таки присутствует И может быть Кому-то из вас Тоже так повезет Ну все На этом рулетка Закончилась Бадгер приземляется В ангар Я считаю Что очень жирно Все получилось Я потратил 4153 голды По-моему Там сотня вернулась Если не ошибаюсь Ну бог с ней Сотней За неполные Неполные 4500 Я получаю Бадгера А если быть точным То за 4 И 53 голдовых По-моему По-моему Неплохо Вот такой вот Красавец Ну что Перемещаемся ко мне На основной аккаунт И выкатываем Бадгера из ангара Чтобы посмотреть На что он Реально способен Вы знаете Друзья Пока переходил С одного аккаунта На другой Подумал Блин Почему мне так не везет На прокрутый рулеток И открытие контейнеров На моем основном аккаунте Ну да бог с ним Хотя бы где-то повезло Уже слава богу И спасибо большое Если поддержали меня Лайком По данному событию И написали Какой-нибудь приятный Комментарий В отношении Бадгера Особо долго Расправляться не буду Скажу просто Я отношу Бадгера В топ 5 Лучших коллекционных Машин Десятого уровня Он великолепно Подходит для всех В том числе И для начинающих Танкистов Связано с тем Что Бадгер Капец Какой живучий Почему Объясню позже В отношении орудия Здесь просто Все великолепно Сбалансировано 275 миллиметров По пробитию Больше чем достаточно Чтобы играть Против десяток Если прям совсем Не хватает То 370 Кумулятивные Которые Да порой Не всегда Могут пробить Так как хочется И нанести Такой урон Как надо Но все же Они нормально Себя показывают На данной машине Просто великолепнейшее Время перезарядки 7,5 секунды И просто Умопомрачительный ДПМ В 3727 единиц Которые Действительно Можно реализовать В обычном Реальном бою И не обязательно Для этого Искать какого-то Спящего смертника Ты действительно Можешь стоять И разбирать Своего соперника При этом Он тебя разбирать Будет С очень большим трудом Если на Бадгере Грамотно Прятать нижний бронелист Разброс И время сведения Играются Абсолютно нормально Нет никаких конфузов Точное орудие Как на малых Расстояниях Так и на дальних Расстояниях Спокойно выцеливать Нормальная скорость Полета снаряда При этом Все В отношении Урона Здесь 460 единиц По альфе 390 На аккумулятивных Снарядах Ну и в отношении Осколочно-фугасных Пробитие Ребят 110 Это действительно Крутое Британское орудие Осколочно-фугасное Которое Действительно Может Качественно Пробивать И накидывать Больше урона Нежели Базовый снаряд Ну и в отношении Еще Одной Плюшки А я бы сказал Вишенка На торте Целых Минус 10 Угол Склонения Орудия Вниз С которыми Бадгера Ну в край Тяжело Выковырять Когда он Прячется Где-то За Какими-нибудь Холмами Здесь Ребята Брони Насыпано Так Что только Фугасом Могут вас Как-то Пытаться Поцарапать Закидывая Вот сюда Или Вот сюда Попадая Вот по Этим Вот Лючкам Осколками И Наносят Урона Приблизительно Ну где-то 150 200 Максимум Все остальное Здесь Тупо Не пробиваемое Многими танками Даже на голде Единственное Уязвимое место Ахиллесова пята Это вот эта Вкладка Я ее называю Вкладка Номерного знака Как вы видите Не весь Нижний бронелист А только Вот эта Выделенная часть Сияет Серым И действительно Пробивается Абсолютно Спокойно А вот эти Две части Являются Красными При этом Все Если вы на Бадгере Делаете Вот так Вот То выцелить Немножечко Становится Хуже То есть Вы мешаете Выцеливать Небольшую Серую Зону Особенно Когда Находитесь На средних Расстояниях Ну а Самое Классное Это Найти Какую Нибудь Позицию В которой Вы сможете Спрятать Нижний Бронелист Опустить Своё Орудие Чуть Ниже Добавить Приведенки По верхам И все Вы тупо Неприступная Скала Ну что Берем Бадгера И поехали Тяжелых Танков Там Есть Два Тяжа Против Нашего Одного Соответственно Надо Поддержать Плюс К тому С нами Едет Неплохо Забронированный Объект 268 Дроп 4 Ну и Давайте Начинать Обсуждать Самого Бадгера По Бадгеру Здесь Есть Действительно Что Обсуждать Машина Очень Подвижная Я бы Сказал Что Для Хорошо Забронированной ПТехи Является Вполне Себе Маневренной В отношении Точности Как вы видели Времени Сведения И подобных Вещей Все Действительно Нормально Все Действительно Классно Орудие Безусловно Безумно Комфортное Это одно из лучших Орудий Которое я знаю В игре И я Об Бадгере Очень долго Мечтал И потом Купил его Себе В составе Набора За 25 Тысяч Голды Наборчик Был По сравнению С этой рулеткой Безусловно Менее Щедрым На всякие Плюшки Да Был Легендарный Внешний Вид Да Был Легендарный Обвес Который Выглядит Кстати Вот таким Вот Образом Если видите Пулемет На котором Написано Что Время Чая Ну И В целом По моему Там еще Несколько Каких Контейнеров Насыпали Не считая Бустеров И Предложенной Открытой Все Оборудки Здесь Ребят Реально По предложению Гораздо Выгодней А ПТХа Ну Однозначно Вас Порадует Точность Время Сведения Заколдованная Бабаха Которую Как обычно Никогда Не пробиваешь Хотя Она Вся Серая Но Прилетает Именно В одну Красную Точку Которую Можно Хоть Как-то Выцепить Глазом В прицеле Но Что бы ты Не делал Промахнуться Мимо этой Красной Точки С Бабахой Практически Нереально Такое Впечатление Что 40 бабок Бабахи Пошептало В том числе На тяжелых танках Средние танки Люблю Постольку Поскольку Немногие Машины Меня действительно Могут порадовать В отношении Легких танков К ним у меня Рука Абсолютно Не лежит Да и я не являюсь Супер классным Танкистом Для того Чтобы реализовать Потенциал Легких танков Ну Скажем так На полную А вот в отношении Бадгера Он не перестает Удивлять Каждый раз Когда я хочу Спокойного Нормального Геймплея Заехать Понагибать Понастреливать При этом Подольше Продержаться В бою Порой А точнее Даже не порой А довольно часто Выжить в боях Ну по крайней мере В тех Которые будут победными Беру Бадгера И еду На каточку И этот Бадгер Он действительно Радует Причем постоянно От боя к бою Получаешь массу Удовлетворения Как это происходит Ну почему Бабаха такая Ну как Блин Ну блин Уже если ты В нее не попадаешь То ты попадаешь Вообще Где-то рядом Вот сейчас Мне интересно Я заберу его В конце концов Или нет Да Забрал Как вы видели Прилетает снаряд Практически В центр Твоего прицела И это происходит Практически постоянно Поэтому рассчитывать На то что у вас Как допустим На объекте 268 дробь 4 Снаряд от центра Уходит куда попало И довольно часто Удивляет этим Здесь на это Рассчитывать не придется Точнее не так Можете рассчитывать Вполне спокойно Что это вас Никогда практически Не постигнет У нас победа Не смог Добрать последнего Просто физически Не успел Но как вы видите Батгер показал себя Довольно неплохо В первом попавшемся бою Меня несколько раз Довольно круто Не пробили При этом всем Я ничего особо Уникального Не делал Ну немножечко Повертелся Немножечко Атаковал Но не более того То есть Сноровка Как таковая Дополнительная Для Батгера Не есть необходимостью На этом танке А точнее На этой ПТХ Играть сможет Любой Первый попавшийся Танкист Даже новичок Который отыграл Ну пускай Сотню-две боев В отношении Моей результативности Да По настрелу Не сильно хорошо Получилось Ну как-то Не в кого Особо было стрелять Но в основном Ребят На этой ПТХ Я не будучи Супер танкистом Понятное дело Вполне спокойно Вывожу за бой Где-то от 2300 До 3000 С копейками И это действительно Типичный Нормальный показатель Для Батгера Обязательно сейчас Похвалим наших союзников За качественный бой В котором они Поучаствовали Вместе со мной Шикарная победа Великолепно отыграли Супер классно Себе показали И наверное Именно эта Супер классность Не дала мне возможности Находиться В топ 3 Команды По урону Ну и соответственно По результативности В данном бою Соответственно Похвалим наших Соперников Молодцы ребята Хорошо сопротивлялись Не могу их не похвалить Честь и хвала Качественным соперникам В наших боях Батгер Действительно стоит того Чтобы его забрать И если вы хотели Найти себе Хорошую классную ПТшку На которой вам будет Легко и непринужденно Играться То Батгер Ну просто создан Для вас Не зря я о нем Когда-то мечтал И не зря я за него Заплатил 25 тысяч До сих пор не жалею Даже несмотря на то Что порой Его можно было взять Немножечко дешевле Я пошел снимать Следующее видео Специально для вас Надеюсь на вашу подписку Лайки И комментарии Мира вам друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok